В эфире программа «В поисках семейного счастья». В данной программе мы рассмотрим принципы миротворчества, которые представлены в библейском тексте. В семье могут возникать конфликтные ситуации. В Священном Писании Господь Бог представляет надежные критерии построения гармоничных семейных взаимоотношений. Принципы Священного Писания позволяют разрешать запутанные семейные дела, помогают урегулировать разногласия между супругами, их родственниками, друзьями и соседями. Библейский подход можно свести к четырем основным принципам. Первый принцип. В Священном Писании звучит призыв. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, «Все делайте в славу Божию». Данный принцип подразумевает – во всем, что мы не делаем, следует прославлять Бога. В конфликтной ситуации каждая сторона конфликта должна обратить серьезное внимание на то, какими мотивами она руководствуется, что движет нами, когда мы отстаиваем свою позицию и реагируем на обиду. Мы хотим доказать свою правоту, мы желаем защитить свое достоинство и честь. Какими бы мотивами ни руководствовались члены семьи в конфликтной ситуации, библейское миротворчество подразумевает важный принцип. В любой ситуации движимым мотивом должно быть главное – желание быть миротворцем, желание примирять людей во славу Бога. Главным приоритетом и главным мотивом должен быть вопрос – принесут ли мои действия, моя реакция, моя стратегия славу Богу? Интересы, авторитет и власть Бога должны быть приоритетны. Желание во всем принести славу Богу – это демонстрирует нашу любовь к Богу и почитание Его. Данный мотив сможет предохранить от импульсивных решений, от решений, которые не учитывают интересы и нужды другой стороны. И это, как правило, ведет к обострению конфликта. Второй библейский принцип миротворчества. Слово Бога призывает. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Какой формулой зачастую руководствуются в конфликтной ситуации. Партнеры максимально требовательны к ближним и максимально снисходительны к себе. Партнеры зачастую видят недостатки других и крайне сложно признают свою вину и свои недостатки. Что в данном случае требует библейское миротворчество? Прежде чем указывать на ошибки других, в первую очередь следует признать уязвимость собственной позиции. Следует увидеть и признать свои ошибки и свои обязанности. Не следует придавать значение незначительным проступкам других. Следует честно признавать свои ошибки. Подобное поведение нередко вызывает подобный отклик у оппонентов. Такая тактика открывает путь для искреннего диалога, для применения конструктивных переговоров. Третий библейский принцип миротворчества. В Библии сказано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Нередко в конфликтной ситуации другая сторона конфликта не несет ответственность за свои действия. Партнер не осознает своей вины, не готов признавать свои ошибки и не изменяется. Какой совет дает Библия в подобной ситуации? Не следует выносить ссор из избы. Не следует на стороне обсуждать недостатки своего партнера. В подобных обстоятельствах следует идти и обсуждать данную ситуацию непосредственно с самим участником конфликта. «Конфликт – это дело двоих. Они должны разрешать ситуацию между собой», так говорит библейский текст. Однако, если и в этом случае не удалось достичь результата, в таком случае Библия призывает привлечь к разрешению ситуации лидеров церкви, уважаемых друзей, тех, кто обладает авторитетом, духовной мудростью, жизненным опытом, кто придерживается нейтральной позиции, кто не занимает чью-то сторону в конфликте. Подобные действия могут способствовать восстановлению мира. И, наконец, четвертый библейский принцип миротворчества. В Евангелии звучит повеление. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». В Священном Писании Господь призывает. «Пойдите и примиритесь». Нередко стороны конфликта в семье не ставят задачу искать восстановление нарушенных взаимоотношений, искать мира и примирения. Отсутствие мира в семье может длиться продолжительное время, а в некоторых случаях, к сожалению, мир не наступает никогда. Каждый желает обрести милость и благоволение в глазах Бога. Каждый желает обрести благоволение Бога, иметь успех и процветание. Однако библейский текст предупреждает. Мы не можем приносить дар к жертвеннику. Мы не можем приходить к Богу и просить его о даровании прощения, милости, благословений, если прежде не простим сами своих ближних. Христос учил молиться. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Далее Христос поясняет. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Библейский принцип миротворчества предполагает. Необходимо поставить цель. Необходимо принять обязательства по восстановлению нарушенных взаимоотношений как с Богом, так и с ближним. Необходимо разработать справедливые соглашения, которые удовлетворяли бы все вовлеченные в конфликт стороны. Прощение и совместные переговоры расчищают руины, которые оставлены конфликтом. Прощение делает возможным примирение, ведет к подлинному миру. Данными пунктами библейские принципы миротворчества не ограничиваются. Эти и другие библейские принципы миротворчества объясняют, какими мотивами следует руководствоваться и как необходимо действовать в конфликтной ситуации. Библейские принципы миротворчества показывают, почему можно надеяться, что Бог поможет даже в самых сложных конфликтах. Данные принципы показывают, когда лучше всего пренебречь обидой, когда и как отстаивать свои права, как честно и с пользой признать свои ошибки, когда и как необходимо возместить ущерб, как изменять позиции и привычки, ведущие к конфликту, какие тактики разрешения конфликтов наиболее эффективны. Библейские принципы миротворчества показывают также, когда и как просить других лиц или церковь вмешаться в конфликт, как договариваться о справедливом и разумном соглашении, как иметь дело с людьми, которые не прислушиваются голосу разума. Решение семейных конфликтов с библейских позиций имеет ряд преимуществ. Библейские принципы миротворчества помогают выработать совершенно новые, эффективные подходы к преодолению конфликтов. Библейские принципы помогают уверенно и конструктивно управлять конфликтом без того, чтобы приходить в смущение, состояние гнева и разногласия. Применение данных принципов помогает лишить конфликт его разрушительных тенденций и последствий, помогает превратить конфликт в основу для капитальных решений серьезных проблем, способствует росту личности, помогает углубить взаимоотношения и, главное, помогает познать Бога и по-новому строить с Ним отношения. Библейские принципы миротворчества позволяют строить гармоничные семейные отношения, позволяют испытывать радость и удовлетворение счастливой семейной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok